Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 6 мая 2019 года и у микрофона Леон Вайнстайн. В течение прошедших выходных начали стремительно развиваться события на Ближнем Востоке. После того, как на Израиль полетело порядка 600 ракет, и Израиль ответил ударом по более чем 200 объектов на территории Газы, представители Хамаса дважды через посредников запрашивали о перемирии, но после долгого заседания Совета Министров израильское правительство ответило, что их более не устраивает так называемая статус-кво затишки в обмен на затишье. Атаки из зачистки Хамаса, а также исламистского джихада, принимавшего участие в этом обстреле, будут продолжаться, если понадобятся и в День памяти павших, и в День независимости Израиля, и даже во время конкурса Евровидения, сказал Натаньян. Собственно, Хамас и ислам и джихад, стрельбу, зная, что израильтяне хотят, чтобы финал Евровидения прошел безоблачный, чтобы участники и зрители не боялись ехать в Израиль, они, собственно, для этого сейчас ее и затеяли. За дни этих обстрелов и ответов были убиты трое израильтян, и, по утверждению всегда врущих представителей ГАЗы, у них убито 16 человек, в том числе 5 человек гражданского населения. Одновременно с этими событиями разведка Израиля донесла, что Иран готовит какую-то провокацию против американских интересов в регионе. Значит, две дектора назад они были не точно знали, что происходит, а вот сейчас, так сказать, вчера, я так понимаю, точно узнали и назвали уже, так сказать, это угрозу «credible», то есть, так сказать, точно совершенно проверенное. Советник национальной безопасности США Джон Болтон сообщил, что группа авианосца USS Abraham Lincoln развернулась и пошла в сторону Ирана, значит, Харбуса, и из Европы вылетает тяжелый бомбардировщик Б-52, тоже, так сказать, в этот самый регион. Болтон заявил, что любой выпад иранских вооруженных сил, революционной гвардии, террористических организаций, которые управляются Ираном, приведет к мощному и асимметричному ответу разрушительному для Ирана. США совсем недавно объявила, что ни одна из стран, которые получают у Ирана нефть, не получит от Белого дома такую временную отмену санкций, как в последний год, в течение года, значит, пять стран в основном покупали нефть у Ирана, получили отмену санкций, значит, на закупку, отмену запрета. Вернее, США не может запретить никого, можно сказать, если ты будешь закупать, мы будем делать то-то и то-то, то есть это санкции. А Майк Помпео заявил, что наша задача – это свести экспорт иранской нефти до нуля, ну, это практически весь их доход, и заставить иранское руководство сесть за стол переговоров. А если, скажем, доля в российском экспорте, в российском GDP, доля, скажем, газа и нефти составляет где-то по 60%, если не ошибаюсь, то у Ирана я подозреваю, что там больше 80%. Вот, иранцы уже на самом деле поняли, что имеют дело уже не с Обамой. Это же поняли и страны-импортеры иранской нефти, то есть, считай, это Китай, Турция, Индия, Япония и Южная Корея. И если, ну, скажем, они решат, что покупка нефти у Ирана им более важна, чем санкции Соединенных Штатов Америки, то они рискуют получить серьезные пошлины на их товары, завозимые в США. Кстати, вот сегодня Трамп уже в Твиттере сообщил, что, так сказать, с Китаем задерживаются переговоры, что им надоело из пустого в порожнее, что он повышает, будет повышать тарифы до 25% на все, что Китай ввозит к нам. Это, значит, 625 миллиардов, 630 миллиардов долларов каждый год, там, сколько там, 25% туда-сюда, где-то там 200 с лишним миллиардов долларов пойдет в казну США. Ну, естественно, импорт китайских товаров упадет, за счет чего увеличится импорт каких-то других товаров, которые с ним конкурируют. Саудовская Аравия и Эмираты сообщили, что они восполнят недостачу нефти для Индии. Значит, не знаю, как будут справляться, так сказать, другие страны, как они себя будут вести, но, что называется, будем посмотреть. Трамп в Твиттере сообщил иранцам, что будет держать их экспорт на нуле, сколько бы это не заняло времени, так как бывший секретарь Джон Керри встречался с иранским руководством уже после того, как, значит, он ушел с этого поста, как частное лицо, и сказал им, что пересидите, мол, так сказать, не волнуйтесь, Трампа скоро выгонят из Белого дома, и у вас все будет в порядке. Так вот, значит, Трамп все время пытается им объяснить, что, а, его из Белого дома не выгоняют, и, б, не будет у вас все в порядке. Вот, не очень ясно, как США будут давить на Китай, Турцию, вот, но, как я уже сказал, Япония и Южная Корея уже ведут переговоры с другими поставщиками, а, значит, для Индии берет вроде на себя Саудовская Аравия. США хочет от Ирана не только остановить программу создания ракет среднего действия, но и полностью отказаться от финансирования терроризма, то есть Хамаса и Хезбаллы, в первую очередь. Иранская революционная гвардия, значит, две или три недели тому назад вошла в так называемый американский реестр террористических организаций, то есть наше Министерство иностранных дел и наше Министерство финансов будут им преследовать всех тех, кто делает с ними бизнес. Любая фирма, один человек, им помогающая будет считаться, расцеливаться теперь Америкой как пособники терроризма. Соответственно, иранцам это не очень нравится. А на другом фронте, значит, Ким Джин Ун запустил ракеты и малого радиуса действия, заявив, что запустил ракеты дальнего радиуса действия. С 2017 года ни ракет не запускалось, ни ядерные взрывы не организовывались, испытания не проводились. Сейчас, после встречи с Путиным, не знаю, как результат, или просто, так сказать, подгадал, решил напомнить Трампу, что он существует, значит, Ким, я имею в виду, и что он боец. Значит, что же, что же хочет, что же хочет Ким, или что же хотят северокорейские правители? Во-первых, продолжать править страной они хотят. Второе, это снять санкции, которые могут довести народ до ручки. И третье, почувствовать себя победителями. То есть, ну, скажем, так сказать, не иметь кривую рожу в конце, когда эта история придет к развязке какой-нибудь. Значит, они не собираются и не сдадут ядерное оружие, ничего у них нет в, значит, арсенале, кроме как пугать, что могут всех взорвать. Я не имею в виду, что у них в арсеналах нет ядерного оружия, я имею в виду в арсенале действий. То есть, если они начнут стрелять по Сеулу, скажем, по мирному населению, или там бросят, скажем, атомную Волгу в сторону Японии, то им хана, понятно. Это война, войну они проиграют и их уничтожат. Их руководители страны. А расчет в том, чтобы Япония испугалась, я думаю, северокорейский расчет заключает в том, чтобы Япония испугалась, что, значит, северокорейцы выстрелят, значит, по паре объектов в Японии. То есть, ну, скажем так, сделают недостаточно, чтобы начать против них военные, реальные военные действия, опасаясь, там, бомбежкой Сеула, там, если они сделали это, может, они и Сеул будут бомбить, да. Но достаточно, чтобы Япония и Северная и Южная Корея перепугались, что режим, значит, не в себе, и может начать действительно огромные разрушения. Вот лучше и удобнее страх обдержать, а не, так сказать, начать действительно стрелять. Тогда они думают, либо санкции снимут, либо Россия объявит, что будет поставлять, скажем, корейцам все необходимое и помогать им выжить, якобы, чтобы, значит, Северная Корея не начали Третью мировую войну атомную. Русские как раз обещали построить мост, да. Интересно как раз за разом интересы США и интересы России сталкиваются лбами. Вот, например, в Сирии США против убивающих газом своих подданных, там, расстреливающих демонстрации жителей ОСАДа, а Россия за. В Иране США пытаются остановить, ну, скажем, сказать, тех, кто спонсирует террористические организации, то есть мировой терроризм, да, мулами, а Россия пытается помочь этим мулам, значит, выжить и делать их черное дело дальше. Украина и Грузия в США за целостность Украины и Грузии, Россия за включение их, можно, так сказать, полностью, может быть, по частям в сферу влияния, там, зону влияния Российской Федерации, Кремля. Венесуэла. США за восстановление в этой стране нормальной жизни, за развитие промышленности и за прекращение диктатуры. Россия за полное порабощение Венесуэлы оголтелыми коммунистами или убийцами, я не знаю, там, кто они такие, да, бандиты, в общем, за построение еще одной тюрьмы для народа. Северная Корея, значит, США за то, чтобы убрать атомные спички из рук ошалевшего от власти Самодура, давёншего свой народ уже до изнеможения, до отчаяния, до вымирания практически, чуть-чуть-чуть-чуть, они начнут вымирать и вот, так сказать, здесь-то он и пытается их удержать на этой грани. А Россия за то, чтобы они продолжали держать мир в напряжении и чтобы разрабатывали атомное оружие для Ирана и террористов. Ну и сама Россия, кстати, да, в конце 40-х, после войны американцы восстановили Японию, а американцы восстановили через план Маршала практически, так сказать, западную Европу. В конце 50-х помогли восстановить Южную Корею, потом в начале 90-х попытались, попытались помочь России стать богатой, либеральной, индустриальной страной, коим стали европейцы, японцы, корейцы, да, но ничего не вышло. Вот Америка, в отличие от распространённого мнения, хочет иметь не голодных и угнетённых там завистников, да, а партнёров, хорошо развитых, обладающих возможностью закупать американские товары и ввозить их товары в Америку, потому что американцы справедливо считают, что это и только это даёт долгосрочное благоденствие и останавливает войны. Американцы, значит, через ВТО помогли Китаю построить свою промышленность, значит, надеясь на то, что и, так сказать, Поднебесная тоже войдёт в мировой торгующий друг с другом блок. Америка не завозила товары в Китай, либо платила большую очень пошлину, не открывала, как бы согласилась, чтобы не открывать предприятий собственных, а действовала всегда через китайских там партнёров или посредников, но одновременно завозила, разрешала завозить Китаю всё, что не угодно на американский рынок. Америка хочет сильную, независимую, богатую Россию, чтобы русские понимали. Америка не хочет злобного, завистливого врага, завидующего и ненавидящего. Руководство, даже российское руководство, не хочет, чтобы народ был богатым. Оно хочет, я бы сказал, безумное, полупьяное, жаждущее крови, врагов, быдло, толпы, массы. Им легко управлять, они заряжены ненавистью, они не думают, они ненавидят. Даже и в самой Руси, как мы видим, интересы США и руководство Российской Федерации сталкиваются лбами. Деньги американцы уже пытались давать в 90-х, разворовали. Выход на наши мировые рынки предоставили, но России нечем торговать, кроме газа, нефти и пинки. Пытались помочь советами, обсмеяли, послали и стали жить, как принято, на Руси. Баре с девками в банях, а народ в зипунах, значит, порюбочным и распивочным. Страну пропивают, разворовывают, продают, гадят, друг друга ненавидят. Вообще все чужое ненавидят. Перед барами унижаются, значит, перед, перед, но если кто-то ниже, значит, и слабее их, то гнобят, значит, давят, сживают со света. И вот когда по образному выражению Евгения Шварца заглянешь им в души, то хочется обнести всю эту страну очень высокой стеной и не давать, ну, никому не давать просочиться. На этом все. До свидания.